Добрый день, дорогие друзья! Рада вас снова видеть у нас на канале агентства недвижимости в Испании, Алисхоун Вест. С вами ваш менеджер Эльвина, и сегодня мы находимся в абсолютно новом месте, с ним вы еще не знакомы. Называется поселение Касентайна. Для тех, кто, скорее всего, не знаком с этим поселением, находится оно вглубь от Коста-Бланки. Это 60 километров от Аликанта, ближайшее море. Это у нас пляж Гандия, городочек Гандия. Это 50 километров, и до Валентии у нас 100 километров. Почему мы забрели сюда, это небольшое поселение, потому что будем показывать вам сегодня таунхаус нашей знакомой. Обычно в этой зоне мы не работаем, но так как таунхаус нашей знакомой, хотим вам его также предложить. Для тех, кто ищет именно таунхаус, для большой семьи, но с небольшим бюджетом. И давайте немножко расскажу вам про само поселение. Население Касентайны составляет всего 15 тысяч человек. И несмотря на то, что городок у нас небольшой, но есть все необходимое. Несколько школ, несколько садиков, аптеки, центры салют, это наши поликлиники. Также есть недалеко госпиталь в городе Алькой. Есть все необходимые, супермаркеты, также интересные места, например, у нас для тех, кто любит природу, живописные места, например, горы, несколько троп. То есть все, что нужно именно для комфортной жизни, тут все есть. Единственное, что это именно поселение находится у нас не возле моря. Поэтому для тех, кто не стремится жить возле моря, а хочет жить в спокойном месте и при этом у кого небольшой бюджет, вариант будет для вас. И давайте расскажу вам про сам наш сегодняшний таунхаус. Наш таунхаус имеет 136 метров квадратных, 3 спальных комнаты, 1 санузел, гостиная совмещенная с кухней. И помимо этого расположен на двух этажах и также имеет чердак и подвал. Из подвала и чердака вы также можете сделать независимые, например, независимые комнаты. Дальше вы посмотрите. И что касается самой территории, у нас нет никакой прилегающейся территории к таунхаусу. Единственное, есть 2 метра с каждой из трех сторон. Вам чуть-чуть позже это покажу, поэтому давайте, наверное, пройдем и покажу вам именно поподробнее его. А сейчас мы с вами подходим как раз-таки к нашему таунхаусу. Как я вам объясняла вначале, вот этот дом, он разделен на 3 жилья, то есть 3 квартиры, 3 таунхауса, можете называть как удобно. Наш находится вглубь, сейчас мы к нему подойдем и немножко хочу показать и рассказать про саму территорию. Главная дорога у нас как раз-таки проходит рядышком и от нее нас разделяют вот такие склады, то есть зона именно вот эта достаточно спокойная. Тут некоторые люди проходят иногда, например, гуляют. И, как вы видите, тоже много очень территорий. Эта территория не принадлежит к дому. И вот эти также поля, именно где можно что-то выращивать, они не принадлежат к дому, поэтому это других абсолютно людей. А в будущем, если вы захотите какую-то землю, конечно, это нужно искать будет отдельно, то есть в другом месте. А вот что принадлежит к нашему дому, это 2 метра именно с краю нашего таунхауса. Давайте мы сейчас к нему как раз пройдем и его вам покажу поподробнее. И пока идем к нашему объекту, прокомментирую по поводу соседей. Вот у нас дом на трех соседях, как бы 3 таунхауса. С этой стороны у нас никто не живет, абсолютно никто, пустует. Посередине у нас живет сосед, молодая пара с двумя детьми. И как раз-таки наша часть таунхауса, наш таунхаус, наша часть дома, это вот эта, которая находится более в приватности, более в углубленности. И сейчас мы ее как раз-таки и посмотрим. Заходя в дом, небольшой буквально коридорчик и по левую сторону сразу расположилась именно ванная комната, точнее санузел. Он у нас, как можете обратить внимание, имеет всю необходимую сантехнику. Также расположена сама стиральная машинка и у нас именно нагреватель воды, он газовый, работает от газового баллона. Также напротив ванны есть небольшая кладовочка, небольшой шкаф встроенный, чтобы сохранять дополнительные вещи. И вот это пространство, это у нас общее пространство, можно сказать, как такая гостиная, соединенная с кухней. Про кухонный гарнитур скажу. Был он установлен не так давно, всего пару лет назад и в хорошем состоянии. Единственное, конечно, что достаточно миниатюрно, потому что у нас все, так сказать, под рукой. Но есть пространство, где можно что-то порезать, пошинковать, поварить. Также по поводу у нас плиты, она у нас газовая, также на газовом баллоне, а духов, доходовой шкаф у нас электрический. Также в этой части у нас раньше располагался камин. Тут все, в принципе, опять для его установки есть. Все подготовлено, труба, поэтому по вашему желанию вы также можете установить камин, будет обогревать дополнительный дом. И на этом же этаже у нас расположилась наша первая спальная комната. Про нее тоже немножко скажу, что у нас тут есть именно потолок. Мне чем нравится в таких старинных испанских домах есть виги, то есть балки деревянные. И, в принципе, спальня. Тут у нас расположился диван, но раньше тут располагалась кровать. Спальня именно достаточно просторная для того, чтобы расположить кровать, какой-то телевизор. И также интересная деталь, у нас есть пространство, оно у нас как раз-таки идет по лестнице. И здесь можно сделать какой-то, например, шкаф, либо полочки дополнительные. Также имеется в кладовой, так скажем, окно для проветривания, очень удобно. Вот если постановить какие-то полочки и использовать именно это пространство как дополнительное место для хранения. Что по поводу видов скажу. У нас здесь виды выходят на огороды, огороды, как я вам уже сказала, к нашему дому не принадлежат. Но, тем не менее, виды у нас зеленые, виды открытые и также есть приятные виды на горы. А сейчас давайте с вами поднимемся на второй этаж. У нас там расположились остальные спальные комнаты. Пока здесь находимся, прежде чем посмотрим спальню, скажу, что у нас также есть свой отдельный вход на чердак. Чердак у нас, если его утеплить, например, то можно тоже сделать достаточно жилым. Хоть, конечно, потолки низкие, но, например, как большая детская, можно его будет организовать. Также, что у нас мне нравится везде, как и на чердаке, так и во всех коридорах, во всех спальных есть окна. Окна у нас алюминиевые, испанские, с двойным стеклом и также с москитной сеткой. И, собственно говоря, вот наши спальные комнаты. Это я так не считаю, как именно спальню, потому что она проходная, как и наша вторая. Здесь можно именно организовать как дополнительную гостиную именно на втором этаже. Дальше, проходя ее, мы как раз-таки попадаем в нашу вторую спальную комнату. Она у нас также и проходная, как и гостиная. То есть, чтобы попасть в нашу третью спальню, нужно пройти как раз-таки через нее тоже. Но, тем не менее, она достаточно просторная. Что у нас здесь есть? Большой шкаф, просторный кровать. Кровать, конечно, я думаю, если вы будете... На кровати спать можно, но если вы для себя, конечно, заменить не помешает. Ну и что-то где-то подкрасить, по вашему желанию, тоже можно будет. Самое главное, что полы у нас, в принципе, плитка в таком приличном состоянии. Нужно будет, конечно, отмыть, может отшлифовать, может постелить какую-то линолеум. И сразу скажу, что дом у нас внутри достаточно свежо. Поэтому летом, конечно, это большой плюс, потому что у вас не будет такой жары. И, проходя дальше, мы попадаем в нашу последнюю спальную комнату, так скажем, главная хозяйская спальня. Поэтому тут, как можете обратить внимание, тоже поставить либо какую-то лампу более мощную, чтобы было больше света, либо у нас вот именно эта сторона после обеда, она более такая солнечная будет. Вот, что мне нравится, как я вам уже обращала ваше внимание, что на всех окнах у нас есть москитные сетки. Большой плюс. Ну а сейчас давайте с вами выйдем, покажу вам еще немножко территорию вокруг. И у нас еще остался непросмотрен подвал. А сейчас давайте я вам покажу зону именно с нашим подвалом. Он у нас расположился отдельно. И заодно расскажу про вот эту часть. Как я вам говорила в начале, к нашему даунхаусу принадлежит 2 метра. Именно с каждой из трех сторон. И что касается вот этого вот въезда, это въезд на вот эти участки. Участки это других абсолютно людей, не принадлежащие к этому дому. Поэтому по закону вы не можете здесь ничего сажать и ничего такого строить. Потому что у них должен быть доступ именно к их огороду. Но так как они заезжают с другой стороны, там есть еще один вход. В принципе, здесь у нас непроезжая улица. Тут никто ходить и ездить не будет. Поэтому что вы можете сделать с этой стороны, например, вы можете организовать барбекю-зону. Сделать барбекю. Также обратите внимание, у нас есть именно тольда, которую вы можете складывать, раздвигать. Дополнительная тень. Установить здесь, например, стол. Установить вот с той стороны барбекю-зону. И, например, делать шашлычки и тут именно отдыхать. А вот эту зону можно тоже очень симпатично сделать. Не будет дорого стоить. Например, посадить, либо пустить растение, да. Которое вот это все сделать в зеленую зону. У вас будет свой приватный уголок. Либо какие-то такие бамбуковые веточки тоже, которые, в принципе, дешево стоят в любом Аке, либо Леруа Мерлен. И, собственно, наш подвал. Давайте его сейчас посмотрим. Он достаточно просторный. Разделился на две зоны. Одна зона, она более такая уже подготовленная под, например, чтобы сделать из нее какую-то дополнительную гостевую зону. Либо дополнительную, например, летнюю, такой летний домик. Здесь что можно сделать? У нас уже постелены полы. Останется немножко именно сделать потолок и стены покрасить. Вот это все, что вам останется. И в этой зоне можно действительно сделать гостевой. Но есть и другая зона. Она у нас сейчас используется как такой тростер, как кладовка. Здесь именно можно сохранить много вещей. И здесь вам действительно придется вложить денежку. Потому что помимо потолка и стен, тут, конечно, и стены нужно будет побольше штукатурить. И у нас нет пола. Поэтому пол здесь тоже нужно будет постелить плиточкой. Но, в принципе, обратить внимание, какого большого пространства здесь действительно, вот, если у вас большая семья и есть планы расширяться, то здесь можно сделать отдельное жилье. Что мне нравится, что здесь, как и здесь есть небольшое окошко для проветривания, так и в этой комнате, да, в которую мы сразу зашли, также есть большое окно для проветривания. А сейчас давайте, наверное, выйдем, прогуляемся немножко и подведем итоги. Расскажу вам про стоимость этого танхауса. Ну что, друзья, вот такой танхаус мы сегодня с вами посмотрели. Еще раз напомню, что это не целый дом, который продается. А именно танхаус, одна его третья часть, но который имеет, тем не менее, большую квадратуру, 136 метров квадратных и большие возможности, чтобы его еще больше увеличить и сделать дополнительные спальни или комнаты. И давайте же перейдем к самому интересному, к стоимости. Как говорила вначале, танхаус идеален именно для большой семьи с небольшим бюджетом. И что касается цены, стоимость данного объекта 29 900, поэтому для тех из вас, кто хочет переехать с небольшим бюджетом, я думаю, этот вариант будет для вас идеальным. И для кого не беспокоит именно жизнь в таком небольшом поселении, не близко к морю, потому что, как уже говорил в начале, до моря у нас 50-60 километров. Поэтому, если вас заинтересовал этот вариант, не тяните, обращайтесь к нам. И, конечно же, мы организуем для вас визиты, расскажем поподробнее все, что вас интересует. И не забывайте также поддерживать нас, поставив лайк, подписавшись на канал. И можете также оставить комментарий, нам всегда будет очень приятно его почитать. Ну, а я вам желаю отличного дня и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok